Здравствуйте! Приветствую вас на канале Прецветок. С вами Ломонос Петр. И сегодня мы поговорим о кабачках. Какие сорта лучше поставить на своем участке, для того, чтобы они радовали вас высокими вкусовыми качествами и также давали отменную урожайность. Потому что опыт с этой культурой очень большой. Я уже также выращиваю их давно. И как бы каждый год испытываю еще новые и новые сорта. Ну, говорить о том, что кабачки очень полезны, это значит сказать, ничего не сказать. Все они уже прижились на наших столах. Они есть у нас консервированные, пользуемые их и тушенными, и жаренными, потому что благодаря свойствам, что они имеют большое содержание калия и других легкоусвояемых веществ. А вот, чтобы этот овощ был на нашем участке и как можно раньше, и как можно позже, давайте будем разбираться с сортами. Ну, сорта кабачков можно разделить на ранние. Ранняя сорта кабачков дают первый урожай на 25-35 день после всходов. Средние сорта кабачков дают уже урожай на 40-50 день после всходов. Поэтому уже по одному этому признаку можно выбрать сорта для выращивания на своем участке. Если раньше кабачок начинает плотить, соответственно, урожайность его будет гораздо-гораздо выше. Каким же сортам отдать предпочтение на своем участке? Ну, часто в продаже попадаются старые сорта, типа грибовского, белоплодных, одесских, кустовых. Эти сорта как бы уже свое отжили в каком отношении. Они урожайные, конечно, но они уступают новым сортам, которые выведены в этой культуре. Это раз. Во-вторых, все старые сорта имеют очень большую ботву. Поэтому кабачок как бы приходится в этих заростях искать. Молодой, они урожай хорошие дают, но молодой кабачок приходится искать в этих заростях. Все новые сорта имеют более компактный куст, соответственно, меньшую ботву. И они как бы все кабачки на виду. Ну и урожайность кабачка гораздо выше. Завязи гораздо больше. Что же я могу порекомендовать из своего опыта кабачков сорта? Ну, сорту я могу порекомендовать такой очень хороший сорт, как Аполлон. Аполлон, и похоже на него сорт Ленутца. Сорт скороспелый уже на 25-й день дает как бы вкусные кабачки. Кабачков много. И даже с цветочками. Что если вы гурман, вы можете готовить вместе с этими цветочками кабачки. Ну, не нравится, вы их можете оторвать. Урожайность очень хорошая. Кабачки не крупные. Где-то 700 грамм вырастают. Но они усыпанные. Кустики буквально усыпанные. Даже запоминать Аполлон и Иленутца. Вот такие типы. Ну, дальше очень хороший гибрид кабачка. Арал. Вот такой японский гибрид, который растяжили голландцы. Это Арал. Тоже сорт очень скороплодный. Он дает хороший урожай. Кабачков много. И кабачки очень урожайные. Ну, следующий сорт. Как бы якор. Сорт якор. Этот сорт также, ну, посадите на своем участке. Но это уже средний сорт. Этот сорт будет давать более поздний урожай. Ну, соответственно, кроме этих кабачков, существуют и другие. В Италии сами, наверное, уже читали. Наши кабачки почему-то назвали цукини. Назвали цукини. И там также вводятся новые сорта. Ну, очень хороший сорт уже наш белорусский цукини. Это золотистые. Золотистые кабачки. Видите, их очень много вырастает на кусте. Они очень яркие, нарадные. Ну, также цукини есть и зеленая окраска плода. Зеленая окраска плода – это знаходка. Это наш белорусский сорт. И ангелина. Это цукини тоже, видите, они очень ранние и урожайные. Ну, они начинают плодить это на 38-40 день после всхода. Ну, самое главное. Для того, чтобы кабачки радовали вас высокой урожайностью, не забывайте, что почва должна быть очень плодородная. Потому что растение – очень высокая урожайность. Она феноменальная. Можно собрать 50 кг с одного растения. Поэтому для того, чтобы вырастить такую массу плодов, растение необходимо подкармливать. Будете кормить ваши растения. Они обеспечат вас хорошим урожаем. Ну, точно так же. Для того, чтобы иметь более ранний урожай кабачка, мы создаем и благоприятные условия. Выращиваем кабачки рассадой. Выращиваем рассадой в теплицах где-то. Поэтому наши кабачки быстро сходят, быстро дают сходы. И мы часто высаживаем уже в возрасте 25 дней, высаживаем грунт уже с цветами. И, соответственно, мы кабачки на своем участке можем иметь уже где-то в середине июня месяца. В середине июня месяца кабачки у нас прекрасно уже плодят, дают плоды. Поэтому обратите внимание на эти сорта кабачков, которые я вам назвал. Посадитесь на своем участке, и вы будете иметь всегда кабачки очень высоких вкусовых качеств и отменной урожайности. И вам здоровья. До новых встреч.